В здании администрации муниципалитета прошло 38-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского района. На повестке дня, помимо вопросов, касающихся хозяйственной и финансовой деятельности муниципалитета, рассматривался перечень мероприятий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению Ленинского района. Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков. Он отметил, что хотя полномочия в области здравоохранения переданы в ведение руководства Подмосковья, местная администрация продолжает реализовывать мероприятия по поддержке медицинских работников. Опять направлений. Это поддержка молодых специалистов, это оплата проездом, это доплата, в том числе, вы все прекрасно помните, амбулаторий Горки-Ленинский, это в том числе поддержка у нас по аренде жилья и в том числе компенсация по медицинскому работнику подживающих в общей житии. В целом, вот данные мероприятия, это порядка 20 миллионов рублей, нам позволяют оказывать помощь фактически 250 медицинским сотрудникам. После детального рассмотрения вопрос был вынесен на голосование. За утверждение перечня депутаты проголосовали единогласно. Также Дмитрий Волков вынес на утверждение депутатов перечень категорий граждан, организаций и размеров выплат по мерам социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2020 год. Здесь у нас четыре направления оказания соответствующей помощи. Это честные юбилеи, семейный пар, юбилеи, доплата пенсии неработающих пенсионеров, бывших работников муниципальных государственных учреждений образования, для охранения культуры и спорта Ленинского района, субсидии из бюджета Ленинского района социально-ориентирования некоммерческих и, соответственно, льготное лекарственное обезвечение отдельных категорий граждан. Также охват будет более 300 человек. Дмитрий Волков также отметил, что в рамках данного перечня отдельным категориям неработающих пенсионеров будут увеличены доплаты. А в систему обеспечения лекарствами планируется внести изменения, которые позволят бесперебойно снабжать больных необходимыми медикаментами. Реализацию этого перечня депутаты также поддержали единогласно.